друзья но начну с нашей не самой приятной нашей не самой приятной значит в telegram каналах появился слив нехты теперь уже с нет и какие-то скриншоты которые показывают переписку пользователей из беларуси которые отправляли нефти те или иные материалы значит эта ситуация очень напоминает ситуацию черной книги беларуси то есть силовики каким-то образом получили возможность прочитать часть этой переписки они утверждают что имеют всю переписку весь массив переписки то есть почти 30 тысяч абонентов которые писали так или иначе на нету и давали туда какие-то материалы найти на это сейчас объемы объявлена там и террористической организации и империалистической организации какой только там организации она не объявлена то есть все возможные статьи уголовного кодекса в отношении нехты задействованы об этом стало известно только сейчас на нехте они оправдываются как что наверное это один из бывших сотрудников нехты предоставил силовикам доступ к чатам кто такой бывший сотрудник нефты но по-моему это очевидно это единственный вариант который есть из тех сотрудников которые в руках у силовиков это роман протасевич роман протасевич но извините меня роман протасевич был захвачен силовиками в мае 2021 года сейчас декабрь 2022 года более того был прекрасно известен момент когда самолет садился был прекрасно известен ну как бы ситуация что его берут и неужели нельзя было всю эту информацию потереть отрубить протасевича от всех ресурсов ну раз он извините меня попадает в руки правосудие и стереть просто к чертовой матери и все эти чаты кому они нужны сейчас кому они нужны эти чаты сейчас в двадцать втором году история этих чатов кому для чего я так понимаю как из черной книгой беларуси понадеялись на авось это не сделали и имеем то что имеем то есть достаточно большое количество вот этих юзер неймов да то есть я не разбираюсь здесь в какие-то технологических деталях вы уж меня извините но какое-то количество этих юзер неймов попало в руки силовиков вот читаю вам одном из телеграм-каналов белорусский лайков или скриншоты внутренней переписки внутренней переписки сотрудников next а и сообщение читателей читателей вот в руках оперативников казался массив информации которые присылали экстремистам администратором экстремистского телеграм-канала next а называется цифров 30000 учеток 30000 напомню что значит по чкб говорили о 10 тысячах или 8000 слитых учетных данных до вместе с предложкой комплектом в подарок шли офисные переписки команды next а со всей внутрянкой говорится сообщение силовиков до значит администраторы нефта к что ответили вероятно какая-то часть рабочей информации была в действительности выкачана одним из бывших наших сотрудников и после посадки самолета с ним минске силовики взломали и силой заставили вскрыть устройство ну то есть в отношениях безопасности да то есть протасевич еще и выкачал эту это все как это можно не заметить было как это можно было допустить однако речи обо всем выкачанном массиве данных материалов фото-видеофайлы за большой период времени идет сделать технически невозможно виду превышение всех возможных лимитов по размеру огромного количества файлов отметили администраторы нефта и вот речь идет романе протасевич конечно администраторы нефта также заявляют что судя по отрывкам скриншотов распоряжение силовиков имеются лишь текстовые сообщения так это что еще надо имя человека и текст что еще надо только лишь текстовые сообщения фотографии нету или видео нет вероятно могли сохраниться только айди некоторых пользователей ну и айди и сохранились 1 однако на скриншотах в переписке люди сами называли свои имена ну потому что они доверяли они писали я там вася иванов там из орши там у нас такая ситуация я вот такой-то из вот тем не менее администраторы рекомендуют соблюдать правила цифровой безопасности а себе они не рекомендуют соблюдать правила цифровой безопасности людям рекомендуют да а также убедиться в том что старые аккаунты активные во время протестов двадцатого года удалены какая разница уже все но они уже плиты в общем очень неприятно что это продолжается что . бы никому ничего не учит что у нас к сожалению дырявые абсолютно вот дети несмотря на супер профессионалов типа байпол и и кибер партизан и всех остальных вот так ну вот так и уже скольких я даже не знаю сколько там арестовали по этой черной книге беларуси по инфопоинту и вот эта вечерковская всей вот этой компании не и сколько сейчас еще по нехтовской арестует ну ребята ну 21 век но чтобы не понимаете с кем вы имеете дело и еще зная прекрасно что протасевич повторяю в руках и его самолет опускается в беларусь и все понятно это взяли не заблокировали его или что они не стерли и у нее не было как бы инструкции что делать в этой ситуации да не было какой-то кнопки который ты нажал или не было флешки вообще вот здесь на фирмы такие которые очень секретные есть наработки информационные там я знаю у сотрудников есть такая флешка ты вставляешь эти все стирает за одну секунду его можно кстати на амазоне купить и и все там просто специальная программка который те просто выжигает все в компьютере стирает и у тебя пустой пустой компьютер занимает одну секунду не ну не снабдить какими-то простыми такими вещами не научить что с телефона немедленно до к заводским настройкам сброситься до компьютер вот так вот полностью стереть оставить наверное еще какие-то там коды доступа я не знаю пароли не поменять ну что это такое вот такая новость поэтому люди которые писали на кто если вы смотрите большая как бы рекомендация не оставайтесь в беларуси зачем вам эта радость зачем вам эта радость уезжайте и все вот вот вик поле говорит мы об этом говорили многочисленные инициативы не в состоянии обеспечить свою отдельную безопасность ресурсов на это у всех не хватит только единая организация с единой информ безопасностью да да потому что если бы это был рук который обвинял всех то можно было действительно супер специалистов и уж на это бы беларусы скинулись поверьте мне скинулись бы на поездки там и банкеты может не скинулись бы она вот это на свою собственную безопасность и безопасность своих родственников беларуси и друзей они бы скинулись и наняли бы нормальную на аутсорсе какую-нибудь канадскую немецкую нидерландскую компанию по кибербезопасности где бы не наши тюбики сидели которые вот так вот относятся к информации а были бы протоколы которые там не знаю в нас а работают до чтоб не утекали или в американских оборонных компаниях работают протоколы работы с информацией или в банках американских поди хоть одного клиента там информацию попробуй скачать и так далее да тогда бы было конечно немножко другое отношение и другая ситуация но из того что как правильно вот виктор пишет что ну извините если организация маленькая состоит из двух трех пяти человек там хватает на какого-нибудь на четверть ставки сис админа до белорусского который там до этого на ипами работал потом тут работает ему плевать где работ и все за три копейки да понятная ситуация знаете то же самое вот мы обсуждали сейчас визами визовой проблемой то есть огромное количество вот стало известно чкб вот нехта огромное количество людей в опасности но они в опасности не в реальной человеческая постим надо выезжать им надо выезжать потому что кто-то скинул информацию про про подонка какого-нибудь там в правоохранительных органах кто-то скинул информацию про передвижение войск кто-то еще что-то скинул и надо уезжать какие какую помощь кто оказывает по видам белорусам такие в такой ситуации но отдельные люди отдельным авторитетом я знаю там латушка отдельным своим авторитетом кому-то что-то там договаривается на личном уровне но это так не должно работать вот кабинет есть представители почему угодно по космосу мне кажется там есть представитель по будущим реформам до которых как до луны по значит евроинтеграции до которой как до луны по войскам которых не существует да по почему угодно но нету самого главного представителя в кабинете светланы тихановской по визам релокации и помощи политзаключенным вот какой должен быть главный представитель в этом кабинете и у него должны быть ресурсы у него должен быть через тихановскую доступ к любому миду любой страны способность решать любые вопросы во всех европейских и американском посольстве в беларуси и к нему централизованно должна стекаться вся информация кого надо релацировать кто-то находится в максимальной опасности то есть максимально быстро как как кто-то может подождать у кого какая ситуация не должен быть офис у него должны быть сотрудники вот главный представитель самый нужный представитель который мог бы быть в этом переходном объединенном кабинете все остальные ну хорошо что они есть культура спорт шморт да и и космические исследования прекрасно замечательно дай бог но главный представитель который бы вот реально нужен белорусам был бы прямо сейчас ему помогать белорусам вот этот представитель по визам релокации и помощи политическим заключенным или семьям тех кто пострадал вот этот представитель самый был бы важен нет этого представителя и даже не планируется насколько я знаю вот хорошо так юрий петрович дальше кида кибер выкладывают ролики по безопасности сам видел не меньше десятка но ни разу ничего не дел по их инструкции скорее всего я не прав могу об этом пожалеть ну понятно что люди насколько могут здесь не люди виноваты это не 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 у вас там кто вы там петрович или кто значит нашли 30 тысяч адресов это снехты взяли уж они то должны свою безопасность как-то хранить или чкб ну как-то должна была свечерка посмотреть что там за чувак из белоруссии которого они взяли руководителем всего да и он выкачал все конечно и сказал им всем спасибо оказалось господин полковник артур чик посмотрите он 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 Продолжение следует...